Какие вещи вы делали ещё до того, как это стало круто? Я полюбила стихи Бродского в начале нулевых, задолго до его внезапной популярности в сети. Собственно, и интернет у меня появился спустя несколько лет, а тогда бегала по книжным искала сборники. Я читала Манхву «Истинная красота», и она была в моём топ-5 любимых, тогда Яони, автор Манхвы ещё выпускала главы. После вышла дарама «Истинная красота» по Манхве, и она стала очень популярной. Я тогда многих учила, где и как можно прочитать Манхву. Мы с друзьями стали слушать диско за несколько лет до массового возвращения этой моды. А ещё мы употребляли словечки «жесть» и «красавчик» задолго до их популярности. Я начала фанатеть от корейских дурам до того, как они стали так популярны во всём мире. Да и вообще до того, как вся корейская волна не накрыла всю нашу планету. Я единственная в своём окружении смотрела данные сериалы, и многие не понимали, что в них хорошего, и считали меня девушкой со странными интересами. Смешивал минералку и апельсиновый сок. Люди думали, что это глупость, пока в продаже не появился такой напиток. Я играл в Among Us, когда он ещё не был таким популярным. И скажу я вам, лучше бы он таковым не становился. Ибо из-за этого налетала толпа малолеток. В данном случае имеются в виду в основном дети младше лет десяти, которые сразу же выходят, если вдруг не становятся предателями. А если даже и остаются, то никогда просто не делают задания. И при этом обвиняют тех, кто не делает задания. Или, по их мнению, слишком мало стоял на задании, чтобы его сделать. Вот бы вернуть то время. Я смотрел эту херню ещё до того, как туда набежали разные десятилетки. Помню времена, когда у аниме после шестой серии даже озвучки не было, только субтитры. Делала скрытые окрашивания на своей готической дурной башке ещё в 2005 году. Скрытые окрашивания на затылке. Сейчас все с пирсой вновь гоняют. Носит Доктор Мартенс. Все полюбили Total Black. Я делаю это с двухтысячных. Я узнал о Билли Айлиш в 2016 году. У неё было всего пару песен и одна статья в местной газете. В инстаграм было чуть больше трёх тысяч подписчиков. Было много фотоисторий с друзьями. Никогда бы не думал, что она так быстро станет звездой первой величины. Некая ламповость исчезла. Тем не менее, треки у неё такие же крутые. Мегамозг. Это был мой любимый мультик с самого его выхода. Помню, как посмотрела его в интернете на английском, так как мои родители нашли рандомный мульт и поставили нам. Потом все стали фанатеть по гадкому я. Я лишь наблюдала за этим с презрительной улыбочкой. А разве сравнятся бесячие миньоны с истинным шедевром? Прошло 12 лет. С Мегамозгом клепают мемы. Мультобзорщики поют ему дифирамбы. Справедливость восторжествовала. Я с самого начала знала, что так и будет. Что до меня, то я смотрел аниме, а потом слушала корейцев. Жила в очень маленьком городе, поэтому в моём окружении не было никого, кто бы тоже увлекался этим. Можно сказать, что я была изгоем со своими интересами, так как окружающих интересовали только отношения и выпивка. И что же вы думаете, что происходит сейчас? Мир тащится по аниме корейцам, а мне уже похрен. Но это, разумеется, не значит, что меня хоть на минуту заинтересовали отношения и выпивка. Браслет шарнирный с маленькими стёклышками. Мне как-то тётя подарила такой браслет, где по центру был череп. Проходила я с таким браслетом месяц-полтора, и потом у всех начали появляться эти браслетики. Без черепа, конечно, такое было раритетом. Читала за поем антиутопий до того, как в 2017 это стало массовым мейнстримом, что также послужило для меня толчком к увлечению литературой. Прочитала почти все известные произведения из этого жанра на данный момент. Разве что «Бойня номер 5» и «Воннигута» не читала. Комиксы задолго до франшизы «Мстителей Бэтменов» Нолана. Музыка 50-х, 80-х годов, любых жанров. Тогда ещё вся была отличная. Смотрела аниме, наверное. Когда две мои лучшие подруги закатывали глаза и фукали на атаку титанов, я смотрела и фанатела. Сейчас сериал очень популярен, как минимум был. И обе эти подруги его посмотрели, и теперь закидывают мне личку этим фандомом. Читать фанфики, новеллы, игры, по типу «Клуб романтики» вы не представляете, как раньше было много подобных игр. Смотреть аниме. На всё это раньше было жёсткое табу в социуме, особенно в школе. Поэтому я никогда не говорил о своих увлечениях. А потом это всё резко стало популярным. Никогда бы не подумала. Электросамокат. Мой появился году в 2011. Когда я выехал на нём в местный сквер, на меня смотрели, как на инопланетянина. А каждый первый мальчик просил дать покататься. Серия игр «Ace Attorney» Первоклассный адвокат или переворотный суд. Сейчас многие ютуберы записывают прохождение на ремейк оригинальной трилогии с русским переводом. И пусть на Западе и в Японии эта серия игр уже была популярной, в русском сегменте о ней мало кто знал. В году, это к 17-м, я впервые прошёл, прочитал первую Данганронпу на эмуляторе PSP на андроид на английском языке и пока смотрел на ютубе контент по этой игре, который в русском сегменте ограничивался обзором на аниме и одним прохождением игры. Наткнулся на сравнение Ронпы с АА. И тогда я познакомился с ним. Прошёл все игры из номерной части, первые четыре на эмуляторе DC, а последние на андроид. Игры из отвлетвления Invested Jetions. А вторая часть «За пределами Японии» не выпускалась. А теперь прохожу другую серию спин-офф. И да, всё на английском языке, ибо в тот момент русского перевода не существовало. Мораль. Учите английский. И не ищите оправданий, что вы живёте в России, и что вам это не нужно. Английский путь контенту. У меня вышло немного наоборот. Я всегда опаздывала с так называемыми трендами. Например, сериал «Игра в кальмара» вышел в сентябре. И последующие полтора месяца о нём говорили реально все. А я посмотрела его только в декабре, когда про него уже реально мало кто разговаривал. Психология. Ещё с детства, когда нашла у родителей книгу Де Карнеги и Ю Гиппенрейтер, наверное, это потому, что я уже тогда понимала, что я не совсем такая, как ровесники. Я никогда не была против совместных игр. Но одной мне играть, читать, рисовать нравилось намного больше. Я всегда понимала, что хорошо. При этом часто сталкивалась с тем, что меня неправильно понимают. На самом деле, я даже рада, что всё больше людей пытаются сейчас познать себя и других с психологической точки зрения. Это очень упрощает жизнь и даёт ответ на многие вопросы. My Singing Monsters. Я поиграл в эту игру ещё задолго до хайпа. Увидел на ютубе обзор на эту игру, добился неплохих результатов. Потом ещё в 17-м году возвращался и смотрел собственную музыку других людей, созданную в этой игре. А теперь эта игра топ Google Play, и по ней клепают много контента. Сага о Ведьмаке. Я начала читать книги в далёком шестом году. Помню выход первой игры. Именно она сожгла мне видеокарту. Если игры правда были хороши, а игровые фанаты не раздражали и часто создавали чудесный контент, то с выходом нового сериала от Netflix у меня появилось ощущение, будто значимую часть моей жизни просто изнасиловали. Самым извращённым способом. Смотрела аниме и читала мангу в 2008-м, когда среди знакомых не было тех, кто знал вообще про это. А для других ты фрик, зато сейчас это популярно. Слушал и угорал над Пашей Техником и группой контейнера ещё до первой отсидки Техника к году в 2007-м. Примерно в 11-м-12-м один знакомый предложил установить прогу на комп, чтобы получать один биткоин в час. Он стоил тогда 30 центов. Мы ещё думали поставить программы на школьные компы, чтобы хоть как-то эта хрень окупалась. Тогда в итоге весь разговор я спустил на нет, подумав, это какая-то муторная хрень, и того не стоит. Кто бы знал. Я играл в клуб романтики, когда там была только история про пиратов и про вампиров, причём обе были незаконченными. Был ролевиком в разных социальных сетях, когда некоторые создатели пиарили свои ролики в комментариях под разными аниме, или нет, мемами. Сейчас вряд ли увидишь такой комментарий под каким-нибудь постом. Сейчас таких групп в любой соцсети просто тысячи, но тогда было действительно сложно найти какую-нибудь интересную ролевую, либо ролевую по твоему любимому аниме-сериалу. Я начал говорить о коронавирусе ещё до того, как он стал известен. Я ипохондрик, и вот однажды в день, когда снова подозревал у себя какую-нибудь смертельную болезнь, я наткнулся на статью о новой болезни из Китая, которая поражает лёгкие. За обеденным столом я поднял эту тему, но все лишь посмеялись и сказали «херня». Я тогда в шутку сказал, что когда эта зараза распространится по всему миру и дойдёт до нас, то тогда-то вы и запоёте по-другому. Мой друг тоже не воспринял это всерьёз. Когда по местным новостям начали показывать, как люди запасаются туалеткой, я просто тихо стоял и смотрел на своих родственников из своей комнаты и ухмылялся. Моя бабушка умерла как раз из-за осложнений на лёгкие. А на этом всё. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырёх слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!